коллеги всех приветствую на канале каткод и снова я со своим курсом но сегодня я хочу сделать обзор на курс а именно что именно мы делали в каждом этапе многие ребята не понимают а подойдет ли им этот курс их уровнем как правило это касается ребят с большим опытом чтобы понять будет им интересно или нет с целью ответа на этот вопрос я быстро пройдусь по этапам и думаю это внесет больше ясности погнали итак друзья первый этап настройка в целом постараюсь не преувеличивать не приукрашать говорить как есть первые два этапа можно сказать были простыми и скучными что нас ждало в первом этапе настройка мы соответственно установили laravel разобрались sweet скомпилировали ассеты поработали с сцсс в общем с базовыми настройками и запустили наш проект отобразили главную что касается дополнительных материалов которые вы видите все они открыты и доступны на моем канале несмотря на простоту первого этапа вопросов в закрытом чате было огромное множество как оказалось начать это самое сложное в итоге в закрытом уроке который уже не был доступен мы добавили полезные необходимые инструменты для разработки а именно дебаг бар переключили модели в strict мод разобрались со строго типизацией во всех php файлах и самое интересное это написали свой кастомный логер мы в рамках нашего проекта все логировали в telegram но при этом не писали какие-либо кастыльные решения а воспользовались тем что есть floravel просто расширили и дописали свой логер добавив логер фабрику telegram для монолога в целом было интересно заодно поработали с telegram ботом подключили клиент и несмотря на простоту этого этапа как я говорил ранее вопросов было огромное множество передвигаемся далее ко второму этапу база данных здесь что касается открытой части было совсем все скучно не буду врать подготовили структуру для предстоящей работы а вот в закрытой части уже было много интересного мы разобрали что такое try catch что такое error handler в laravel все по эксепшенам сделали генерацию собственных слагов через trade и опубликовали стабы laravel чтобы почистить кое-что лишнее и сделать их под себя а также поигрались с консольными командами и сделали установку и рефреш нашего проекта через консольные команды в итоге очень много поработали с террор хендлером разобрали как он работает что такое report что такое рендер как делать кастомные эксепшены и как это все проходит через laravel написали свой trade для моделей который будет генерировать слаги мы в целом на курсе на протяжении всего курса старались не брать какой-то пакет а разбирать как это делать самостоятельно а уже в последующем смотрели и на готовые решения находили отличие чтобы именно формировать и мышление разработчика а не быть пользователем и тащить пакет и смотреть документацию просто дергать методы собственно здесь мы добавили стабы они касались миграции мы немножко убрали лишнее дабы обезопасить себя на продакшене обо всем об этом я поговорил с ребятами на курсе ну еще из интересного что в принципе также есть на моем канале это мы написали кастомный фейкер провайдер для изображения третий этап аутентификация очень непростой этап сама бесплатная часть была как обычно проще некуда мы прошлись по документации взяли готовые варианты и набросали все что нам требовалось для входа регистрации восстановление пароля и так далее из интересного я думаю было только то что мы поиграли с blade компонентами еще раз их разобрали и применяли на уровне элементов форм да что касается домашних заданий в каждом этапе присутствовали домашние задания я ставлю какую-то задачу ребята в течение недели пытаются выполнить самостоятельно а в последующем этапе я показываю свое решение а те кто проходили курс уже сравнивают все ли у них получилось и все ли получилось так далее друзья что касается сложности этого этапа он получился крайне большим я даже сам нереально устал в процессе записи ребята даже брали недельный выходной чтобы успеть то есть мы продлили этап на еще одну неделю чтобы всем хватило времени максимально углубиться и понять этот этап в процессе мы начали погружение в ddd реализовали первый домен начали обсуждать теорию чтобы понять как соединять все домены где у нас мост как определить что куда идет также поигрались с tdd на небольшом примере я продемонстрировал что такое tdd и как поэтапно это достигается скажем сделали наши тесты зелеными но в итоге мы взяли всю ту простую логику которую мы реализовали в бесплатной части и выполнили рефакторинг где-то разделили на action классы и распределили по определенным доменам четвертый этап тут уже ребята после предыдущего этапа поняли что все серьезно что чтобы выполнить этот курс предстоит напрячься и много сил было потрачено соответственно на этапе аутентификации и здесь нас также ждал небольшой отдых где мы немного выдохнули и было уже не так сложно но при этом была масса интересных вещей мы разобрались с библиотекой интервеншн и начали генерировать изображение на лету воспользовались также дополнительным для этого трейтом поговорили о value объектах и сформировали несколько но самое интересное это то что мы обсудили с ребятам куда еще можно вынести логику чтобы делать не только контроллеры тонкими но также и модели а собственно кастомные query builder и кастомные коллекции и многое другое да чтобы вы понимали даже простые flash уведомления мы реализовали через собственные классы для нашего удобства максимально погружаясь в ооп дизайн паттерны чтобы еще раз повторюсь не просто быть пользователями а именно быть разработчиками развивать мышление разработки и понимать все что происходит под капотом помимо этого на этапе также реализовали кастомные касты и посмотрели что такое view models на примере собственных view моделов а также и с использованием пакета от спать ну и на десерт конечно же были и дитяшки куда же без них следующий этап это каталог фильтры и сортировка я думаю это этап который ждали многие и из-за которого многие покупали этот курс здесь и в бесплатной части на мой взгляд было много интересного мы поработали со скаутом разобрали full text search причем не просто применили а посмотрели что это из себя представляет как это работает на уровне базы ну а сами фильтры набросали самым простым путем я думаю который вы знаете и без меня а вот в закрытой части уже было все самое интересное для начала мы разобрали фасады что с ними делать когда а вот фильтры мы реализовали уже через абстрактные классы вот они у нас здесь в слое каталог и также мы реализовали через класс сортировки а уже сами фильтры которые были использованы в нашем магазине вынесли в слой аб вот они здесь располагаются в директории filters да и друзья не говорил вам в процессе предыдущих этапов но тесты присутствовали на протяжении просто каждого этапа каждый этап мы прежде чем делать рефакторинг писали тесты и максимально все ими покрывали и также в процессе тестирования посмотрели на проект request factories который также создает фабрики не только для моделей но и для форм реквестов кому-то понравились кому-то нет но в любом случае посмотреть стоило следующий этап это этап товар на мой взгляд простой этап также такой небольшой переходящий пункт но при этом с интересной теории так как в закрытой части мы рассмотрели ся и сиди я не просто объяснил и рассказал теорию а также и показал на реальных проектах как это происходит зачем и какую пользу это дает а во всем остальном мы поговорили о и ви поговорили о проблемах о том как их справить как оптимизировать в общем этап был посвящен товару характеристикам опциям оффером называйте как хотите в общем в таком духе следующий этап друзья здесь уже не было никакой бесплатной части на ю тубе все уроки были закрыты и после проведения голосования в нашем чате оказалось что этап корзина понравился больше всех ну и действительно корзина у нас получилась довольно объемная мы даже ее вынесли в отдельный домен и реализовали так чтобы подстраховаться и наши сторож идентификаторы в процессе и менялись и у нас с этим не было проблем какие могли бы возникнуть когда мы начали реализовать следующий модуль нашего курса а именно api ну и друзья последний этап если по результатам голосования самих участников они выбрали что лучший этап корзина то на мой взгляд лучший этап это как раз заказ оплатой seo из простых вещей я показал как делать удобно seo чтобы не разделять это на полиморфные модели либо выносить это в каждую сущность а делать в одном месте при этом удобно и правильно а также быстро накидали админ панель не стали писать свой велосипед а воспользовались готовой административной панелью которую кстати разработал я это moonshine мы применили посмотрели как это все быстро и просто делается в остальном на этапе мы также рассмотрели стейты и нам и транзакции и в итоге у нас получилось следующее вот такой огромный у нас домейн по заказу где у нас есть и платежи мы причем реализовали платежи так что не имеет значения с каким эквайрингом вы будете работать опять таки мы не пользователи мы не тащили сюда какой-то там страйп или указу или что угодно а именно разобрали как реализовать этот процесс чтобы в последующем ребята просто на одном заказе брали один эквайринг на другом другой и никаких проблем в этом не видели также мы здесь использовали state pattern заказы и платежи у нас перемещаются в рамках стейтов но одно из особо интересного это то что наш заказ имеет скажем так middle вар с процессами которые проходят по пайплайну скажем такой команд баз все это обвернуто в транзакции чтобы если вдруг чего процессы откатились так как в процессах есть и снижение остатка на складе и смена статусов то есть помимо создания заказа само собой есть и другие более важные процессы и вот все это мы уложили в этот большой этап и повторюсь на мой взгляд это был самый лучший этап на курсе хотя ребята со мной не согласны ну что ж поделать в итоге друзья как я уже говорил курс само собой не для всех как видите он не для новичков но если вы уверенный джун то это будет огромный буст знаний для вас думаю так лет на пять вперед а для всех остальных это возможность закрыть пробелы и более глубже вникнуть в особенности laravel и ооп думаю теперь друзья станет понятнее буду рад вас видеть на курсе и всегда рад вам на моем канале спасибо за просмотр увидимся в следующем ролике на канале кат-код